Турнир получился действительно масштабным. Разные возрасты, разноцветные пояса, разные по степени сложности упражнения, разные манеры ведения свободного боя. Все это индивидуально, как в целом сама жизнь. Организация таких соревнований потребовала немалых усилий. Сегодня мы организуем первенство чемпионат области. Самый младший 7, самый старший 32 года. Вчера заявился из Москвы, мужчина 43 года. Практически вся Рязанская область это 120 человек. Все наши, кто преподает Шотокан. Ну и конечно город Зеленоград, Москва. Тоже приехали нас почти и уважить. О статусе прошедших в минувшее воскресенье состязаний говорит и то, что в Рязань приехали люди, ставшие легендами российского каратэ. В Советском Союзе был громадный энтузиазм. В Советском Союзе это было что-то новое, это было трендовое, это было, можно сказать, так, обязательное. А сейчас каратэ занимаются люди, которые более, наверное, понимают, куда они идут и больше понимают свои цели. Массовости такой, какая была в Советском Союзе, не было и уже, наверное, никогда не будет. И это, в принципе, абсолютно нормально. Это уже не новость, это уже просто, скажем так, один из видов спорта. Но уровень мастерства у спортсмена вырос значительно сейчас, значительно. Обязательные формальные упражнения, ката, даже самыми юными бойцами выполняются с настоящим воинским духом. Здесь все, от скорости и силы движений до выражения глаз. Это основа техники каратэ, заложенная в веках многими поколениями мастеров. Это также ступени мастерства. Только зная определенное их количество и умея безукоризненно выполнять, можно мечтать о том самом заветном черном поясе. Кумите, спортивный бой, происходит, разумеется, по определенным правилам. Однако схватка есть схватка, и на татаме бывает все. Порой пропущенный удар усаживает спортсмена за стол к врачу. Но это, по счастью, редкость, и каждый боец готов терпеть боль. Турнир в спорткомплексе «Локомотив» показал, каратэ становится в Рязани массовым видом спорта. Это искусство боя, которое не требует от адепта почти ничего, только умения, мужества и воинского благородства. А не это ли одни из главных качеств, которые должны быть присущи человеку в жизни?